Шалом! Однажды один раввин ехал в такси из Тель-Авива в Иерушалай. Вот он беседует, говорит с кем-то по телефону, какие-то слова Торы. Таксист обращает внимание и говорит, Рэбе, вы сказали так, а я слышал, что в таком месте, в таком трактате Талмуда написано так, и тут раввин обомлел, он видит перед собой нерелигиозного человека, без покрытия, без кипы, человека, который далек, и вдруг он ему такие перлы из уст своих выносит, и он говорит, слушай, откуда ты вообще-то все нахватался? Он говорит, о, вы не спрашивайте, когда-то мы были в Таиланде с другом, и на моих глазах моего друга укусила змея, вот просто раз, и мой друг помолился Всевышнему вдруг, и успели врачи ему помочь, это было буквально чудо, и вот он решил начать учить Тору, и вот я участвовал с ним на уроках и так далее, и где сейчас твой друг, он говорит, мой друг, соблюдающий, верующий, учит постоянно, а я вот то, что выучил тогда, помню, и помню хорошо, а скажи, почему ты вот не последовал за твоим другом? Он говорит, ну слушай, меня ж змея не кусала, и здесь мы с вами видим такой интересный, очень жизненный момент, пример, написано у царя Соломона, мудрость, ее превосходство из глупости, так же, как превосходство света из тьмы, вот есть много комментариев на этот стих, один из них это человек должен набираться разума и мудрости из каких-то темных моментов, из ошибок, он может сам совершить ошибку, но он может выучиться на ошибках других людей, не надо ждать, пока эта ошибка или какое-то там отрицательное, негативное событие произойдет в нашей жизни, чтобы мы набрались мудрости, достаточно посмотреть вокруг, эти ошибки совершают люди, и какие-то события негативные, может быть, совершаются или происходят у других людей, именно них должны учиться, свет выходит из тьмы, мудрость из глупости, поэтому, когда что-то происходит вокруг, нужно сделать вывод для себя, может быть, тебе Всевышний показывает это, чтобы не твой друг, у которого укусила змея изменился, а ты вместе с ним, а может быть, даже и ты первый, шалом-шалом.